Строительство гостиницы «Турист» не остановила даже эпидемия коронавируса. Инвестор обещает закончить работы в срок к молодежному чемпионату мира по хоккею. В ближайшее время соберут каркас здания, а до конца года фасад полностью закроют стеклянными панелями. На строительной площадке побывала Вероника Иванова. Сразу два крана у гостиницы «Турист». Через незакрытый пока фасад видно, на каждом этаже активно работают строители. Что происходит на стройплощадке, показывают мэру. Рассказывают, в ближайшие две недели планируют завершить металлокаркас. Все конструкции, все готовы на фасад. Мы держим их. Монтаж закончен и сразу фасадом завершится. Остекление фасада планируют завершить к концу года. Зарубежные производители задержали поставку некоторых материалов из-за коронавируса. Но инвестор от плана подготовить гостиницу к хоккейному чемпионату мира отказываться не намерен. Вот 7 этажей мы сверху из металлоконструкции домонтируем. То есть силуэт его стал вытянутый. Он лучше вписывается в силуэт этой площади, в высотные отметки. Стремимся работать в графике. Ну и нам тоже интересно к чемпионату мира, чтобы это заработало, хоть что-то возвестить из тех расходов, которые здесь очень большие. Предстоит много работ и под землей. Речь не только о паркинге. Этот вестибюль метро на площади Маркса в скором времени уберут, ведь здесь будет сквер перед в будущем построенной гостиницей «Турист». Спуститься на платформу метрополитена можно будет через вестибюль нового построенного здания. Причем в том числе и на лифте. Никаких лестниц. Все согласно правилам комфортной и безбарьерной городской среды. Общественность ждет. Ждет, когда это все закончится, когда здесь наведут порядок, когда пройдет благоустройство, когда забьется последняя свая. Поэтому это очень важно. Важно для города, важно для людей, важно для комфортного проживания Ленинского района. Да, я думаю, из всего города взятого вместе. Судьба еще одного долгостроя на площади Маркса пока под вопросом. Проект современного здания на месте ДК «Сепсельмаш» уже разработан, но реализация зависит от инвестора. Обсуждая концепцию развития главной площади Левобережья, проектировщики предлагали убрать автомобильные потоки с Титовой сибиряков-гвардейцев. Посчитали наши транспортники и сказали, что здесь, ну, этого просто нельзя делать. То есть каркас, вот, инфраструктурный транспортный каркас, он останется таким же. А дальше вокруг этого все будет благоустройство, строительство и благоустройство вокруг этого транспортного каркаса осуществляться. Строительством только гостиничной части в проекте реновации туриста решили не ограничиваться. В здании будет площадка для проведения массовых мероприятий. Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости.